Шок и овации. Послание президента России федеральному собранию стало историческим. Никогда раньше столь амбициозные задачи перед властью всех уровней глава государства еще не ставил. Все главные заявления Владимира Путина проанализировал Андрей Лобов. А место где? Нехватка парковочных мест в городе одна из главных проблем Сургута. Жалобы от водителей поступают ежедневно. С какими неудобствами сталкиваются владельцы машин и как власти планируют увеличить места для стоянок автора, скажет Татьяна Расторгуева. Для сургутских школьников в Сибирском легионе провели арктические учебно-тренировочные сборы. Чем живет юнормейское движение и что готовят для него 2020 год в сюжете Юлии Плескачевой. Скоро в школу. В Сургуте с 20 января стартует кампания по приему заявлений в первые классы. Обо всех нюансах и нововведениях этого года расскажет Валерия Кудрявцева. Это программа «Новости главное». Здравствуйте. Служба информации телерадиокомпании «Сургут интерновости» и я Дмитрий Круковец. В ближайшие 40 минут расскажем вам о самых заметных событиях из жизни нашего города. Правительство Российской Федерации ушло в отставку в полном составе. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным после его послания к Федеральному собранию. По закону после сложения полномочий правительство продолжает свою работу до формирования нового кабинета. Известно имя сменщика Медведева. Кресло главы правительства занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру рассмотрели депутаты Госдумы. Претендент в четверг выступил в Нижней палате парламента и ответил на вопросы народных избранников. 383 депутата потенциальное назначение Мишустина поддержали, 41 человек воздержался. Указ о назначении уже подписал президент России. Дмитрий Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности. Владимир Владимирович как президент обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Все поручения президента Российской Федерации Владимира Путина из послания Федеральному собранию приняты правительством Югры для исполнения. В Ханты-Мансийском автономном округе издадут соответствующий нормативно-правовой акт. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм написала глава региона Наталья Комарова. Она была свидетелем выступления президента страны. Послание, то есть главные задачи перед руководством Российской Федерации, главами федеральных ведомств и регионов оказалось всеобъемлющим и заняло 1 час и 15 минут. Основные аспекты обсуждают до сих пор, а объем средств на выполнение заявленных планов еще только предстоит подсчитать. Никогда раньше столь амбициозной задачи перед властью всех уровней глава государства еще не ставил. Все главные заявления Владимира Путина проанализировал Андрей Лобов. Послания президента Российской Федерации смотрели не только те, кто собрался в столичном центральном выставочном зале «Манеж». Трансляцию ждали и обсуждали в регионах. В аудитории библиотеки имени Пушкина в Сургуте собрались члены Общероссийского народного фронта в Югре, депутаты и руководители города. Обсуждали прошлые послания, ход реализации национальных проектов и выполнение майских указов президента. Изменений достаточно много. Я очень рад, что в нашем округе есть средства, которые позволяют дополнительное финансирование, свое участие подтверждать. Соответственно, за счет наличия средств мы можем участвовать во всех программах Российской Федерации и реализации всех нацпроектов. И я лично на себе и на своем окружении ощущаю изменения, и эти все изменения связаны с реализацией нацпроектов. Будут сегодня вопросы, касающиеся национальных проектов. Конечно же, национальный проект «Демография», потому что снижение рождаемости последние годы очень напрягает систему. И, соответственно, предпринимаются беспрецедентные меры по исправлению ситуации. Своё послание президент России Владимир Путин начал как раз с демографии, стимулирования рождаемости, поддержки материнства и детства молодых и многодетных семей. Этой и смежным темам глава государства посвятил около трети своего выступления. Пожалуй, самой главной стала новость о расширении программы материнского капитала. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. А за третьего ребенка государство выплатит 450 тысяч рублей в счет погашения взятого ипотечного кредита. В Югре, к слову, есть собственный семейный капитал для многодетных. Сегодня его сумма составляет 120 тысяч рублей. Для всех семей в России и в том числе в Югре такая мощная поддержка семей, чтобы и первые, и вторые дети рождались. То есть не будет семья думать о завтрашнем дне. Она будет однозначно поддержана материально, морально, начиная от ясельных групп, заканчивая финансовой поддержкой, обучением женщины, находясь в декрете. Поэтому я думаю, что это вместе все будет способствовать мощному развитию демографическому, в том числе в автономном округе. С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. И не до полутора летнего возраста, как это было ранее, а до трех. Ведут ежемесячные пособия для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Их будут получать те, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. То есть те, кто реально находится в сложной жизненной ситуации. Президент отметил, что когда ребенок идет в сад или школу, у родителей появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход. Однако и расходы семьи тоже возрастают. В качестве мер поддержки семей президент рассматривает обеспечение детей яслями. Так, до 2021 года должно появиться 250 тысяч таких мест. Югра, меж тем, входит в пятерку российских регионов с самой высокой рождаемостью. Только в Сургуте в прошлом году появились на свет более 6 тысяч юных горожан. В эксплуатацию ввели школу-детский сад на 300 мест. Заключили контракты на постройку общеобразовательных учреждений и продолжают вести переговоры с инвесторами о возведении новых школ. В этом году у нас два детских сада под конец года. И как раз вот эти вопросы, таким образом, у нас на этот период уже мы с вами решили. Это примером практического воплощения, то, о чем уже говорит президент. Кроме того, Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех российских учеников с 1 по 4 классы. Глава государства отметил важность роли учителя в современной школе, поставив задачу вести доплаты классным руководителям. Перед органами власти поставлена задача реформировать систему оплаты труда в области здравоохранения. Места в медицинских вузах должны стать целевыми. Говоря о студентах, Владимир Путин призвал сохранить равную справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. Для этого ежегодно будут увеличивать количество бюджетных мест в вузах. А еще помощь бизнесу. Среди новаций пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. В скором времени по настоянию президента должна быть завершена реформа контрольно-надзорной деятельности, что позволит сделать работу предпринимателей удобнее и проще. Президент в своем послании четко сказал, надо принимать законодательные нормативные акты, которые позволят на 6 лет сделать неизменный налоговый режим для бизнеса. Я надеюсь, что после послания президента и депутаты местных законодательных собраний, депутаты субъекта Ханты-Малитийского автономного округа Югры примут соответствующее предложение о том, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Стратегические цели, они уже заданы. Есть проект 2024, есть намеченные цели национальные, которые утверждены приказом президента. Я считаю, что сегодня в послании должно звучать более тактических вещей, которые задачи для всего правительства, для всей команды, по достижению которых мы должны стремиться к достижению результатов 2024. Один из основных стратегических аспектов послания президента федеральному собранию – возможные поправки в Конституцию Российской Федерации. Их еще только предстоит обсудить с жителями страны, а именно высшие руководители страны и регионов – не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство за пределами России. Президент не может занимать эту должность более двух раз в течение жизни. В главном документе страны закрепят официальный статус Госсовета. Есть и ряд других поправок, но, пожалуй, главное – расширение роли депутатов Государственной Думы. Доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем, по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность. Также президент заявил, что в Конституции должны быть закреплены положения об индексации пенсии и минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия. Готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, в городах, районах, сёлах, по всей стране. Темпы изменений должны нарастать с каждым годом. С ощутимых для граждан результатов. По достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием. Судя по целям и задачам, которые обозначил президент, времени на раскачку у обновлённого состава правительства не будет. В Государственной Думе намекнули новому премьер-министру, что о первых результатах работы спросят уже весной. От председателя правительства ждут активного решения задач по развитию экономики и реализации национальных проектов. Андрей Лобов, Дмитрий Курковец, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное». В этом году впервые в школу пойдут более 6700 юных циргутян. Приёмная кампания для будущих первоклассников стартует уже в конце января. Сейчас у родителей есть возможность подать заявление с помощью сайта госуслуги. Это избавит их от стояния в очередях, как это было раньше, и значительно ускорит всю процедуру. Пакет документов для зачисления на обучение минимален. Паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребёнка и регистрации по месту жительства или пребывания. По необходимости могут попросить предоставить медицинскую карту или заключение психолого-педагогической комиссии. О всех нюансах и порядке зачисления в первый класс расскажет Валерия Кудрявцева. Для семьи Валиевых начало осени в этом году будет как никогда волнительным, ведь их дочь София пойдёт в первый класс. Готовиться к этому важному этапу девочка началась с сентября прошлого года. Она ходит на подготовительные занятия в лице номер три. Но первым шагом на пути в школу станет подача соответствующего заявления. К этому этапу родители тоже подошли ответственно. «Была встреча с департаментом образования с родителями. Мы тоже ходили на эту встречу в лицей, где рассказывалось о возможности подать заявление через госуслуги. Естественно, это всё намного быстрее. Не нужно штурмировать департамент образования в шесть утра, занимать очередь с ночи. Не спать всю ночь, конечно, мы всё равно спать не будем, потому что это очень волнительное событие, особенно для тех, у кого первые детки». Сама же София с нетерпением ждёт начало занятий в школе. И уже даже носит главный атрибут ученицы – школьный ранец. «Я хочу в школу ходить. Готовлюсь я очень хорошо. Я делаю домашние задания. И прихожу в школу, делаю домашние задания». В этом году в Сургуте приёмная кампания в первые классы в школах номер 10 и 46 стартует 20 января с 8 утра. 23 числа в это же время документы от родителей будущих первоклашек ждут в гимназиях и лицеях. А с 30 января можно будет подать заявление в остальные учебные заведения. Такое разделение, по словам директора городского департамента образования, поможет упорядочить поток обращений и даст время подумать и определиться с местом обучения ребёнка. Для подачи заявления родители могут обратиться непосредственно в школы или воспользоваться электронной формой на портале госуслуги. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на сайте. Хочется подчеркнуть, что вот эти даты 20, 23 и 30 – это только старт подачи заявлений. Принимаются заявления в соответствии с законом, в соответствии с приказом Министерства просвещения 32 до 5 сентября. Поэтому родители, понятно, что у нас миграционные процессы тоже будут в течение лета прибывают. Тем более, что мы говорим, что ещё до учебного года это практически 7 месяцев, а приём заявлений уже осуществляется. Будут движения, будут выбытия, будет прибытие детей. Это движимые процессы, поэтому мы к этому готовы. Также в этом году у родителей появилось право подавать заявление сразу в несколько образовательных организаций. Уже на протяжении двух лет за каждым микрорайоном Сургута закреплён сразу ряд школ. А в гимназии, лицеи и школы с углублённым изучением отдельных предметов могут отправить документы жители всего города. Поэтому у родителей будущих первоклассников есть большой выбор, куда отдать учиться своего ребёнка. Как всегда, упорядочено и регламентировано в соответствии с приказом тоже 32-м, что до 1 июля идёт приём заявлений только строго зарегистрированных по месту проживания. С 1 июля начинается уже приём заявлений во все образовательные организации, независимо, где имеется прописка, где имеется документ по месту пребывания, либо проживания. Если в этом образовательном учреждении обучается брат или сестра, то они сразу относятся детям младше к льготной категории, то есть пользуются преимущественным правом для зачисления. В Сургутском районе приёмная кампания стартует 27 января в 9 часов утра. После подачи заявления в течение суток отправителю должен поступить ответ. Если этого не произошло, специалисты рекомендуют звонить на горячую линию Департамента образования. Заявление из портала Госуслуг будет попадать в образовательную организацию сразу, потому что там будет возможность выбора образовательной организации. В течение рабочего дня образовательная организация обрабатывает заявление и направляет уведомления получателю услуги для того, чтобы была возможность принести все оригиналы документов. В пакет документов входит паспорт родителя или официального представителя, свидетельство о рождении и регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания. По необходимости могут попросить предоставить заключение психолого-педагогической комиссии или медицинскую карту. Документы необходимо принести в течение трёх дней после получения уведомления от образовательной организации. Получить в Департаменте образования и молодёжной политики разрешение на приём детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, по состоянию на 1 сентября 2020 года. Либо если на 1 сентября 2020 года ребёнку исполнится более 8 лет. Есть ещё одно удобное нововведение этого года. В случае отказа в приёме в школу из-за нехватки мест заявление от родителя сохранят в базе. Если появится свободная вакансия, повторная заявка не потребуется. Её достанут из архива. Специалисты советуют при использовании портала госуслуги не посылать несколько заявлений подряд в одну и ту же школу. Поступая так, каждая новая заявка аннулирует предыдущую и опускается ниже в очереди. Не гарантируют первые позиции в списке желающих и тем, кто заранее создаст черновик на сайте, а ровно в 8 утра отправит его. Такие действия система может трактовать неверно, что повышает вероятность сбоев. Более подробно с инструкцией подачи заявления в первый класс можно ознакомиться на сайте Департамента образования. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Андрей Шевченко. Специально для программы «Новости главное». Прямо сейчас небольшая коммерческая пауза. После рекламы поговорим о парковках. Предприимчивые и в то же время доведенные до безысходности жильцы одной из многоэтажек нашего города на законных, как они уверяют, основаниях, забронировали и отгородили себе индивидуальные стоянки. А также расскажем о том, что из себя представляет юно-армейское движение в Сургуте. Кроме этого, короткой строкой напомним о самых заметных новостях, уходящих с 7 дней. Не переключайтесь. Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Главные новости этой недели вам рассказывают корреспонденты службы информации Сургут Интерновостей и я, Дмитрий Круковец. Где оставить железного коня? Проблема нехватки парковочных мест в городе для жителей одна из самых наболевших. Жалобы на отсутствие доступной и удобной стоянки поступают каждый день от многих сургутских автолюбителей. И если у медицинских учреждений проблему постепенно решают, в прошлом году в нескольких поликлиник организовали дополнительные места, то в дворах ситуация продолжает оставаться плачевной. Доходит до того, что жители домов ставят специальное ограждение, чтобы застолбить за собой место. С какими неудобствами приходится сталкиваться с сургутским автолюбителем из-за нехватки парковок и какие пути решения этой проблемы видят власти? Узнала Татьяна Расторгуева. Цепи, ограждения и металлические конструкции. Практически весь двор дома на улице Кирдбая 5-1 усыпан подобными вещами. И всё ради того, чтобы застолбить за собой парковочное место. У Анны в этом доме живёт родственник. Как рассказывает девушка, она постоянно сталкивается с тем, что машину оставить совсем негде. Борьба за место стоянки иногда доходит до крайностей. Я встала между двух, ну то есть были места, два свободные рядом, между двух железных ограждений встала и мне стали кричать, то есть с балкона, с самого верхнего этажа, что девушка, это место занято. Я спрашиваю, вы купили это место? Они мне говорят, да. Я сказала, что если что, уберу. Но за 20 минут, которые я была там в гостях, по делам заходила, то есть никакой машины не подъехала, то есть эти места практически весь день пустуют. А как бы не почистить нормально, ни припарковаться, ни скорым помощью не подъехать вообще никогда. По словам жителей дома, применить такие меры их вынудило соседство со зданиями двух крупных предприятий, машины сотрудников которых часто занимают весь двор. Изначально собственники хотели установить шлагбаум, как это сделали жильцы соседнего дома. Но делать так запретили, так как здесь расположен сквозной проезд. Потому пришлось ставить ограждения для каждого места отдельно. О том, насколько законны эти действия, нам пояснили в управляющей компании «Запад», которая отвечает за этот дом. Все эти ограждающие конструкции, они установлены законно. Собственниками проведено общее собрание собственников с количеством голосов не менее две трети. То есть было проведено две проверки органами государственного жилищного надзора, прокуратурой города Сургута. То есть никаких замечаний и нарушений в сторону управляющей компании не выявлено. На такие меры жители города идут, как говорится, не от хорошей жизни. С проблемой, с парковочными местами ежедневно сталкиваются многие. Причина на поверхности. Многие придомовые территории попросту не рассчитаны на такое большое количество автомобилей. Их, кстати, в Сургуте за прошедший год стало на 4% больше. В 2019-м зарегистрировали почти 15 тысяч новых транспортных средств. Всего на конец декабря количество автомототранспортных средств, прицепов к ним в городе превысило отметку в 219 тысяч. Соответственно, идет большая часть роста транспорта, принадлежащим физическим лицам. Ну и зачастую, конечно, это юридический транспорт, а грузовой транспорт и автобусы, прицепы к ним. Часто приходится бросать автомобиль, где попало. Но это чревато созданием аварийно опасных ситуаций, штрафами и принудительной эвакуацией. За прошедший год к административной ответственности за неправильную парковку в Сургуте привлекли более 2,5 тысяч водителей. Правда, они зачастую больше заложники ситуации. Проблема с нехваткой стоянок в городе стоит настолько остро, что обсуждалась с губернатором Югры Натальей Комаровой во время одной из прямых линий в студии телеканала «Сургут-24». Тогда общественниками было предложено несколько вариантов решения этого вопроса. «Определиться с конкретными решениями вплоть по улицам и по дворам, где что пойдет. Где будет подземная парковка, где будет многоэтажная этажерка без окон и дверей, где будут какие-то другие способы вывода из дворов автомобилей и так далее. Прямо по каждому двору, по каждой улице, по каждому общественному пространству такое решение нужно принять». Исполняющий обязанности главы города Алексей Жирдев тогда сказал, что необходимые программы для организации максимально возможного количества парковок будут подготовлены в 2020 году. Он наступил. И теперь жители города ждут конкретных шагов по решению одной из самых острых сургутских проблем. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Сергей Голиков, специально для программы «Новости. Главное». Выжить в условиях севера. Для команды сургутских юнормейцев на базе Сибирского легиона провели учебно-тренировочные сборы Арктика. Целую неделю подростки обучались навыкам и знаниям, необходимым для выживания в суровых климатических условиях. В программе лекции, мастер-классы, тактические учения, огневая и медицинская подготовка. Сегодня юнормейское движение достаточно популярно среди молодежи. В Сургуте ребят, вступивших в эти ряды, порядка 650. Буквально в конце прошлого года к ним присоединилось еще около 140 человек. К слову, свои юнормейские отряды есть в каждой школе. О том, чему могут научиться там юные сургутяне и какие перспективы открывает для них Всероссийская детская юношеская организация, расскажет Юлия Плескачева. Подъем штанги, бег с гирей, упражнения на пресс и отжимания. Командные соревнования для участников Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» устроили айронмены. На каждое задание давали 90 секунд. За это время ребятам нужно было выложиться по полной и показать свою выносливость, силу и сплоченность. По итогам марафона команда «Холод» оказалась лучшей. Интересно, что капитан этой сборной – девушка. Тенденция такова, что с каждым годом представительниц прекрасного пола в рядах юнормейцев становится все больше. К слову, раньше в Сибирском легионе девушек вообще не допускали к военной подготовке. Из принципа. Сегодня отношение к ним изменилось. «Мне это очень интересно. Мне нравятся всякие физические нагрузки. Я люблю все, связанное с военным делом. Но я собираюсь дальше идти в МЧС, поэтому я сейчас здесь занимаюсь. Сегодня у нас был самый замечательный день в этой смене. У нас сегодня был мастер-класс по аэромэн. Сегодня у нас были соревнования. Там наша команда заняла первое место». Во время учебно-тренировочных сборов «Арктика» в течение недели 30 подростков проходили теоретическую и практическую подготовку по разным направлениям. Медицина, тактика, стрельба. Основная цель – научиться выживать в условиях Севера. В эту лагерную смену ребята обучались технике ездового собаководства, методам дрессировки и управлению упряжками. Строили зимние жилища, иглу. Тех, кто показал лучшие результаты по всем дисциплинам, отобрали в спецотряд. Для самих школьников это высокая цель, к достижению которой они стремились. Началась неделя со знакомства с Центром военно-патриотического воспитания «Саланг». Месяц назад у расположившегося здесь музея воинской славы разрезали красную ленточку. За это время новую площадку Сибирского легиона посетили 150 человек. Прийти сюда и познакомиться с историей военных лет, узнать о героях-сургутянах, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Вьетнаме, Анголе, Никарагуа и других горячих точках может любой желающий. «Можно примерить на себя, допустим, сделать фотосессию с парашютом, с автоматом на фоне знамени. Есть специально оборудованная фотозона у нас. Пускай неполное вооружение, неполный десантный комплект, но хотя бы вес на себе, на своих ногах, на своих плечах вес парашюта, вес автомата, экипироваться соответствующим образом, сделать фотографию, селфи на память о таком вот посещении данной музейной экспозиции». Самый экшн-смены – тактические учения. Ребята, вооружившись автоматами, воспроизводят заданную ситуацию. Одна из них – отражение нападения на объект. Задача бойцов – найти и обезвредить участников диверсионной группы. Всё это со спецэффектами. Дым, стрельба, взрывы. Всё эти учебно-тренировочные сборы здесь проходят уже третий год подряд. И число желающих поучаствовать в этом с каждым разом растёт. «В городе Сургуте на сегодняшний день у нас 640 юноармейцев. Буквально в декабре месяце порядка 140 детей с разных школ города вступили в ряды юноармии. Да, хочу сказать, что во всех школах города Сургута созданы юноармейские отряды. Основной целью является привить детям уважение к службе в вооружённых силах, силовых структурах, познать некие азы в каких-то воинских дисциплинах, изучение и участие в различных всероссийских акциях». О том, каких высот можно достичь, придя в строй юноармии и занимаясь на базе Сибирского легиона, можно показать на примерах. В прошлом году один из воспитанников центра получил голубой берет – высший знак отличия. Сибирский легион также ежегодно открывает на своей базе летний лагерь. За сезон военно-патриотическую, боевую и тактическую подготовку здесь проходят около 300 человек. Хотя желающих всегда больше, но принять всех не позволяют нормы Санпинам. К тому же все здания на территории базы – 80-х годов постройки. О реконструкции говорят уже давно. Готовый проект нового комплекса лежит в столе уже пять лет. Но в 2020-м всё изменится. Мы хотим в этом году постараться начать проектированные средства 10 спортивных сооружений. И по четырём из них решение уже принято. Это два наших спортивных учреждения «Олимпия» и «Сибирский легион». Там четыре здания будут строиться. Из них два спортзала. Это тоже этот год. То есть мы должны буквально в феврале месяце создать конкурсные процедуры. И когда определится подрядчик, стройка начнётся и там. Всё бы хорошо, только есть один минус. «Сибирский легион», возможно, этим летом не сможет принять на своей площадке детский лагерь. В лучшем случае база работать будет, но значительно сократится количество мест и поменяется график смен. Так что юным сургутянам придётся подождать годик, а то и другой, пока завершится строительство новых объектов. Юлия Плескачёва, Андрей Шевченко, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Новости. Главное». В Сургутском аэропорту открылась информационно-интерактивная карта. Туристическая, этнографическая, промышленная и социально-культурная презентации 13 населённых пунктов Сургутского района. И всё это в самом центре зала ожидания крупнейшего авиаузла Югры. Стенд высотой 3 метра, выполненный из ценных пород древесины, таких как дуб и ясень, стабилизированного мха и декоративного алюминиевого профиля. По словам авторов проекта, эти материалы отображают колорит нашего края. Сам интерактивный экран сделан с использованием анимации, дополненной реальности, моушен и саунд-дизайна. Проект обошёлся в 2 миллиона рублей. Разрабатывал его Центр молодёжного и инновационного творчества «Прогресс». О других важных новостях, уходящих с 7 дней, Антонина Сахарова в дайджесте недели. Правительство Югры и Министерство транспорта страны достигли предварительной договорённости о начале строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута. Это произойдёт в 2021 году. Сейчас генеральный проектировщик Институт Гипростроймост Санкт-Петербург работает над документацией. Все необходимые изыскания в прошлом году выполнены. Готовый проект по контракту должен быть сдан заказчику 1 декабря 2020. Определяется вид осигнований строительства. Окружные власти в этом вопросе рассчитывают на поддержку Минтранса. В региональном правительстве выразили готовность поддержать проект на условиях софинансирования. Новый мостовой переход станет частью автодорожного коридора через Сургут на Салихард. Как сообщили в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, действующая переправа с трудом справляется с потоком машин и является сдерживающим фактором в развитии инфраструктуры и экономики нашего и соседнего регионов. Вместе с тем «Оранжевый гигант» находится в удовлетворительном техническом состоянии. Ограничений в его работе вводить не планируют и после запуска движения по новому мосту. На дороге с Сургута выехали три новых автобуса. Их приобрели в акционерном обществе «Спопад» за счёт собственных средств предприятия. Стоимость каждой единицы около 7 миллионов рублей. Машины Минского автозавода прибыли в наш город в конце декабря. Их оклеили фирменной символикой перевозчика и поставили на учёт в ГИБДД. По просьбам пассажиров новая техника с открывающимися форточками и усовершенствованной системой безопасности. Автобусы будут курсировать по маршрутам номер 2, 7 и 10. Пассажирский транспорт приобретён по программе обновления парка. Всего в гаражах «Спопада» сейчас 107 автобусов. В Сургуте вскоре заработает первый проекционный пешеходный переход. Инновационную дорожную разметку на проезжей части уже монтируют специалисты компании «Североавтодор». Она расположится на индустриальной улице недалеко от перекрёстка с Буровой и будет работать в тестовом режиме. Итоги эксперимента подведут позднее, после чего обсудят вопрос массового применения новинки. Такой пешеходный переход представляет из себя проектор, направленный сверху вниз на проезжую часть и дублирующий дорожную разметку. Изображения водители смогут без проблем увидеть в тёмное время суток, а также в дождь, снег и туман. Они не требуют особого ухода и рассчитаны на несколько лет беспрерывной работы. В Сургутском городском суде состоялось очередное заседание по делу экс-главы города Дмитрия Попова. На минувшей неделе завершился допрос свидетелей. Адвокаты и представители обвинения по видеоконференцсвязи побеседовали с заместителем губернатора Югры Верой Дюдиной. Её показания потребовались, чтобы ответить на ряд вопросов, связанных с покупкой помещения для обустройства «Билдинг-сада» дошкольного учреждения, расположенного на первом этаже жилого дома на улице Профсоюзов. Вера Дюдина рассказала о деталях выделения денежных средств на эти цели из резервного фонда окружного бюджета, полностью подтвердив показания самого Дмитрия Попова, которые он давал ранее. Теперь адвокаты и представители обвинения готовятся к прениям сторон. Дата следующего заседания пока не назначена. Экс-городоначальника обвиняют в совершении трёх преступлений при совершении сделок по продаже песка, покупке помещения для «Билдинг-сада» и выплате субсидии совхозу «Северное». Сам подсудимый свою вину отрицает. Уголовное преследование Дмитрия Попова началось ещё в 2016 году. Аэропорт Сургута подвёл итоги работы за прошлый год. Через главные воздушные ворота города прошли более миллиона восьмисот тысяч пассажиров. Это новый рекорд авиагавани. Рост отмечен как на международных, так и на внутрироссийских рейсах. Самыми популярными направлениями стали российские аэропорты Москвы, Петербурга, Махачкалы, а также курорты Турции, Вьетнама и Таиланда. В тройку лидеров по объёмам пассажира потока вошли авиакомпании «ЮТЕЙР», «Аэрофлот» и «Победа». Совместными усилиями они перевезли почти полтора миллиона человек. Почти 6200 детей родилось в 2019-м в Сургуте. Это чуть меньше, чем в предыдущем году. Большая часть появившихся на свет младенцев мальчики. Их 3138. Девочек на 87 меньше. Югра входит в десятку регионов лидеров с лучшими показателями рождаемости в стране. За день в нашем регионе на свет появляются 60 малышей. Кроме того, округ занимает шестое место в России по коэффициенту естественного прироста. Сургут же по этим показателям является городом-лидером в Югре. За первую неделю 2020-го в регионе родились 420 детей. Почти 100 из них в Сургуте. Первый югорчанин в наступившем году появился на свет в нашем городе спустя 35 минут после боя курантов. Мальчику выбрали имя Марк. Сургутский ансамбль «Шатлык» выступил на фестивале-конкурсе в Москве. На сцене югорчане показали семь танцевальных номеров, и каждый из них удостоился награды. Самую значимую гран-при за сольное выступление получила Яна Абдулина. Конкуренция была достойного уровня. Всего в фестивале приняли участие около 30 танцевальных коллективов из России и стран зарубежья. Это более 2000 участников. Ансамбль народного танца «Шатлык» существует уже четверть века. Сегодня в нем занимаются три группы. Возраст артистов от 4 до 35 лет. Антонина Сахарова, Дмитрий Круковец. Специально для программы «Новости. Главное». И это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, смотрите программу «Новости. Сургут-24» и читайте наш сайт indefisnews.ru. Впереди реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Реабилитационный центр «Жемчужины Югры». Продажа и прокат технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Изготовление сложной ортопедической обуви и стелек. Белье и экзопротезы для груди. Ортезы для реабилитации после инсульта и травм. А также заключение договоров по сертификатам от социальных служб. Телефон в Сургуте. 93-08-27. Меховая выставка «Зимняя сказка». Цельная норка 39 тысяч рублей. Скидки 50%. Сургут. С 14 по 19 января. ЦКИД «Камертон». Пусть праздник будет с вами всегда. Большой выбор подарков к Новому году. Дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, тульские и персидские самовары, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты ждут вас в магазине «Домашний погребок». Доступная молодость в косметологии «Голдберг». Биоревитализация. Лицо, шея, декольте – 7 тысяч рублей. Сияющий взгляд. Темные круги, отеки, морщины вокруг глаз – 3 тысячи. Плазма лифтинг – 2,5 тысячи рублей. Лазерное бизнес-омоложение – 7500. Пилинг невест – 3 тысячи рублей. Мезотерапия головы. Выпадение волос – 4 500. Безопасные липолитики – 3 тысячи рублей. Запись по омолаживающему телефону – 500-118. Собственное жилье – это свобода. Свобода общения и встреч. Свобода делать то, что ты хочешь в отдельной уютной студии. Особенно, когда твои соседи так же молоды и активны, как и ты сам. Наслаждайся природой и весело отдыхай с друзьями в двух шагах от своей квартиры. Ведь мы продумали все для твоего максимального комфорта и безграничной свободы. ЖК «Дорожник» – лучшее место для начала самостоятельной жизни. Как? Как? Ну как? А вот так. Облегченные цены на японские подгузники и трусики «Мэвис». Скидка 25% только в «Карапузе». А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а? Хорошо там, где есть радиодача. Маш, сделай погромче. Маш, сделай погромче. Субтитры создавал DimaTorzok